Закончился дачный сезон, а вместе с ним, увы, и любовь некоторых хозяев к своим питомцам. Наигравшись с животными за лето, некоторые люди возвращаются в свои теплые городские квартиры и бросают несчастных зверей на произвол судьбы. Нерадивые хозяева наивно полагают, что животным будет лучше на свободе, но на деле бывшие питомцы просто медленно и мучительно умирают от голода и холода. Осенью стабильно возрастает количество обращений с просьбой пристроить собаку или кошку, признается директор Одинцовского приюта для бездомных животных ГАФ Инна Неделька. Около шести подобных звонков поступают туда ежедневно, однако принять их не представляется возможным. Приют уже переполнен. Специалисты называют эту проблему бичом Подмосковья и признают, бороться с ней очень сложно, поскольку речь идет о культуре граждан. Бросая питомцев за городом, многие успокаивают себя тем, что на природе животным будет лучше, что они смогут себя прокормить. И мало кто задумывается, что в опустевших дачных поселках нет ни теплых подвалов, ни мусорных баков с пищевыми отходами. Преданные хозяевами и оставленные на произвол судьбы собаки сбиваются в стаи и дичают. Тогда за свою жизнь уже начинают бояться люди, и наступает горячая пора у служб отлова и волонтеров приютов. Одни убивают, другие пытаются спасти. Кроме того, многие сброшенных животных не стерилизованы, а потому они начинают активно размножаться, плодя новые поколения бродяжек. В результате поздней осенью в Подмосковье появляются тысячи бездомных кошек и собак, и вина за это лежит исключительно на людях. Бороться с такими недобросовестными владельцами собак и кошек возможно только при помощи соответствующих законодательных норм, считают специалисты. По мнению председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, на ситуацию сможет повлиять хартия дачников, которая будет принята в этом ноябре. В едином документе будут прописаны не только права, но и обязанности любителей загородного отдыха, в том числе и касательно содержания животных. Помимо этого, Мособулдума намерена принять закон о дачниках, который будет содержать соответствующую норму. Если и это не поможет, то вскоре, возможно, придется принимать крайние меры и вводить налог на домашних животных, как это сделано в некоторых европейских странах. Человек, способный выбросить на улицу кошку или собаку, едва ли согласится регулярно платить за нее деньги. Дарья Киреева, телекомпания Одинцова.